Выездной семинар-совещание – это и обучение, и обмен опытом, и обсуждение самых актуальных проблем и вопросов социально-экономического развития региона и территорий опережающего развития. Глава региона Александр Осипов отметил, что это полезный формат для взаимодействия всех уровней власти. Что надо делать для того, чтобы у вас были успешные команды? Причем у нас масса с вами ограничений. Заработаем педалтами и знаем, какая ситуация. Какие люди к нам готовы идти, какие не готовы идти, знаем, какая ситуация. Как быстро происходит рост и отток кадров, тоже знаем. Каким образом мотивируют людей, что для этого делать. Нельзя на все отвечать, дайте денег в два раза или в три раза больше. Мы тогда вопросы решим. В любом месте, даже в Москве, стоит вопрос, что мало платим, и мне есть куда уехать. Мы все задачи, которые перед нами стоят сегодня, сможем решить только в том случае, если на самом деле каждый на своем уровне будет своевременно принимать решение. В программе семинара обсуждались темы. Как заниматься муниципальным бюджетом, как следить за изменениями законодательства в области закупок, развивать лесопереработку, агропромышленный комплекс, туризм. Край получил серьезные средства по нацпроектам и плану социального развития центров экономического роста, которые нужно освоить. Поэтому требуются своевременные решения каждого руководителя на своем месте. Во время семинара главы муниципалитетов обсудили переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов, вопросы благоустройства общественных территорий и строительства дорог. С презентации нового проекта «Голос за Байкаль» выступил заместитель руководителя администрации губернатора Сергей Меркулов. Он рассказал о реализации идеи, предложенной инициативной группой «Красивая Чита» в рамках приоритетов определенных главой региона. Для глав муниципалитетов в рамках семинара проведена деловая игра, прошли встречи с руководителями исполнительной власти края. Формат выездного семинара станет регулярной практикой, работа его продолжается. Анжелика Гришина, Максим Лобачев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова